Дело об отравлении экс-президента Украины Виктора Юченко, возможно, так и не будет раскрыто. Указ о запрете любых следственных действий подписал заместитель генпрокурора страны Виталий Щеткин. Формальным поводом стало изучение дела прокурором, который контролирует ход расследования. В Киеве опасаются, что не обошлось без политики. Решение Генеральной прокуратуры Украины уже связали с именем вице-премьера Владимира Севковича. В деталях следственного скандала на политической почве разбиралась Анна Плеева. Его называли самым привлекательным мужчиной украинской политики. Так выглядел Виктор Юченко до злополучного ужина на даче бывшего заместителя председателя Службы безопасности Украины Владимира Сытьюка. 5 сентября 2004 года в буквальном смысле оставило отпечаток на всю жизнь. 5 лет, 12 пластических операций. Нормально, конечно. Нормально. Хотя я прошел очень интенсивную терапию и время надо, чтобы привести свое тело в физическую форму, которая у меня была. Главная версия следствия все эти годы умышленное отравление диоксином. В Украине до сих пор гадают, кто стоит за громким, пока еще не доказанным преступлением. Приказ о запрете следствия сделал перспективу раскрытия дела еще более туманной. Украинские СМИ связали скандальное решение с попыткой силовиков допросить члена партии регионов, нынешнего вице-премьера Владимира Севковича. Бывший руководитель парламентской комиссии по расследованию отравления Ющенко наотрез отказался давать показания и потребовал, чтобы на допросе присутствовал генпрокурор Украины Александр Медведько. Севкович назвал действия следователей шантажом и издевательством. Теперь о расследовании громкого дела можно забыть на неопределенный срок. Эксперты полагают, генпрокуратура Украины стала заложницей политических интриг и борьбы за влияние. Этим делом пытаются играть в политических конфликтах и интригах, которые обострились, во-первых, в самой генеральной прокуратуре. Через дело об отравлении Ющенко обострились конфликты внутри партии регионов. Севковича связывают с Андреем Клюевым. Они находятся в определенной политической конкуренции с группой, которую называют группой Росукренерго. Одним из принципов этой группы является глава администрации президента Сергея Левочкина. Это не первая попытка заместителя генпрокурора повлиять на следствие. В марте Виталий Щеткин поручил руководителю следственной группы передать дело другому человеку. В Киеве поднялась волна негодования. После неудобных вопросов и шума в прессе пришлось отступить. Дело об отравлении Виктора Ющенко было обречено стать политическим. В свое время тот же Севкович сказал, что депутаты не нашли подтверждения отравлению, а сама версия навязывается следствию президентам. Постоянные склоки между премьером и президентом Ющенко и Тимошенко сделали власть неэффективной. Генеральной прокуратуре не знали, на кого ставить в этой игре, говорят эксперты. Они не расследовали дело, чтобы не навредить какой-либо группе влияния. Несмотря на то, что следствие не было завершено в сентябре 2009 года в интервью журналу Der Spiegel, Виктор Ющенко заявил, что дело раскрыто. Люди, которые непосредственно организовали мое отравление, уже четыре года находятся в Москве, сказал он. Что он имел в виду, неясно. Ни тогда, ни после виновные так и не предстали перед судом.